В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. О насущных проблемах глава города встретился с журналистами. 1 марта день экспертно-криминалистической службы системы МВД России. Битва полов в клубе «Восход» прошла соревнование, посвященное 23 февраля и 8 марта. Далее расскажем обо всем подробно. О судьбе ДЭП, строительстве детской поликлиники и 11 школы, об МГУ Саров и впечатлениях от должности градоначальника. Алексей Сафонов провел первую пресс-конференцию на посту мэра и ответил на все вопросы журналистов. В финале пообещал, что такие встречи станут традиционными. Провал финансирования и дефицит в десятки миллионов рублей. Текущая ситуация в ДЭП грозит предприятию закрытия. Дыры в бюджете образовались в том числе и из-за того, что соседняя Мордовия в прошлом году не оплатила работы по строительству новой дороги. Хотя магистраль сдана. Ситуация работает в ручном режиме. Действительно, управление зачастую мы активно вмешиваемся в деятельность ДЭПа, потому что в противном случае есть риск, что это предприятие может прекратить свое существование. То есть, поэтому мы не можем его бросить. Это люди, это обязательства города. Как рассказал Алексей Сафонов на пресс-конференции, перспективы, что Мордовия закроет свой долг, есть. Глава города надеется, что в течение марта удастся вывести финансовое состояние ДЭП из ямы и привести хотя бы к нулевому балансу. Есть подвижки и с вопросом строительства детской поликлиники. Мы действительно надеемся, что в марте вопрос уже будет полностью закрыт. То есть, все решения будут уже подписаны. То есть, сейчас они устно проговорены, но мы надеемся, что они будут уже подписаны и стройка возобновится. МГУ Саров – это еще один вопрос, который интересовал журналистов. Ожидается, что уже в сентябре там начнут обучение первые 50 студентов. Учебные корпуса из тут городок расположатся на территории технопарка, который в перспективе станет частью Сарова. Административные границы города выйдут за пределы охраняемой зоны. Так появится так называемый «Большой Саров». Мы пытаемся сохранить в рамках существующих юридических обязательств контролируемый периметр. И та пропускная система сохранится. То есть, мы не планируем ее жестоко менять. И получаем некую открытые территории, которые живут в существующем порядке. На текущий момент пока нет целесообразности делать пропуска всем, ну, как говорится, внешним жителям для города. Такие проекты, как МГУ Саров, сделают город более привлекательным для перспективной молодежи, уверен Алексей Сафонов. Ответил мэр и на личные вопросы. В частности, признался, что новая должность не вызывает у него однозначных эмоций. Раньше я был более свободен в плане своих решений, в вопросах проведения досуга, что называется. Вот, понятно, это заметно отразилось на семье. Им тоже не все нравится в моем образе жизни и действующем. Вот, с другой стороны, работа действительно интересная. Есть такие задачи достойные, которые, скажем так, не стыдно за них взяться. И есть возможность их решить. Такие встречи с журналистами Алексей Сафонов планирует проводить регулярно. Рассказал Алексей Сафонов и об уборке города в условиях гололеда. Решать проблему оперативно пока не получается. К тому же, погода, похоже, не собирается щадить коммунальщиков. Впереди оттепели, вслед за которыми температура снова уйдет в минус. Чего не хватает городским службам, рабочих, техникам или средствам. И удастся ли выровнять ситуацию? Расскажем далее. Семенящая походка и постоянная бдительность. Если потерять равновесие, то падение не избежать. Из-за весенних климатических качелей на улицах и тротуарах города образовался каток. И в ближайшее время ситуация не улучшится. У нас на улицах скользко. Вот за эти дни справляются с уборкой снега и льда. Ой, вот сегодня скользко. Вчера еще вроде было нормально. Ну, пешочком пройтись можно, пару раз навернуться. Вот, но так неплохо. Автомобилисты, кстати, вот жалуются, что очень скользко. Клеи, все дела. В выходные, особенно, когда после снегопада, это по улицам очень проблемно пройти. Скользко. У нас ведь как, снежок выпадет. Проехали, прочистили, опять. Скользко. Погода устроила системе городского обеспечения настоящий тест на прочность. Осадки почти в два раза превысили среднегодовую норму, а перепады температур приходились, как правило, на выходные. Люди действительно работают без выходных. То есть это непростая задача. Для них стараются. То есть мы изменили работу центра ЖКХ. Теперь они выходят с шести утра, чтобы успеть сделать максимально для того, чтобы люди могли добраться до работы. Понятно, что не все нам удается, но тем не менее мы действительно стараемся и, надеюсь, мы приведем эту ситуацию в надлежащий образ. Труды работников дорожно-эксплуатационных предприятий также не прошли впустую. В частности, они не допустили на дорогах транспортного коллапса. Существенно усложняет их работу старое оборудование. Последний раз его меняли около десяти лет назад. Мы уже попробовали там, наверное, пять разных вариантов работы на наших дорогах. То есть есть положительные отметки, есть отрицательные результаты. То есть понятно, что дороги первой категории удается содержать в более-менее исправном состоянии. Дороги третьей категории на самом деле, да, находятся в весьма плачевном. Тут мы это признаем. Изучив опыт наших соседей, сотрудники администрации планируют в этом сезоне пересмотреть систему работы и финансирования дорожно-эксплуатационных предприятий и управляющих компаний. Опубликованы результаты очередных замеров льда на водоемах Сарова. На пруду Боровом лед в два слоя. Нижний слой 22 сантиметра, затем 4 сантиметра воды и еще 28 сантиметров льда. На реке Сатис в районе Маслихинского моста нижний слой 29 сантиметров, затем 10 сантиметров воды и еще 19 сантиметров льда. На реке Саровка лед 12 сантиметров. Специалисты напоминают, что необходимо соблюдать осторожность при выходе на водоемы. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Выдача пособий на детей до трех лет без заявления отменяется с 1 марта, сообщает РИА Новости. Правное, это пособие имеет семью со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов в регионе. Ранее процедура получения выплат была автоматической из-за пандемии. Теперь для продления льготы необходимо лично подавать пакет документов по достижению ребенка одного или двухлетнего возраста. По закону переоформление пособий должно проводиться ежегодно после каждого дня рождения ребенка. Кроме того, семьям, получающим выплаты, нужно будет информировать органы социальной защиты, Пенсионный фонд России о смене места жительства и обстоятельствах, на основании которого выплаты должны прекратить. Подтепление до 2 градусов ждет житель Нижегородской области на этой неделе. Как говорят данные сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха в ближайшие несколько дней будет колебаться в пределах минус 4 нуля градусов Цельсия. Самым теплым днем станет вторник, днем столбики термометров будут показывать плюс 2. В течение недели будет идти небольшой снег. К выходным обещают похолодание, днем до минус 6, ночью до минус 13. Архитектурно-художественное отделение детской школы искусств представило новую выставку 23 плюс 8. Свою работу воспитанники ДШИ посвятили мамам, папам, бабушкам и дедушкам. В этом году экспозицию пришлось показать только онлайн. Посмотреть выставку можно в группе детской школы искусств ВКонтакте для лиц старше 6 лет. Одного пьяного водителя задержали сотрудники ГИБДД Сарова с 24 февраля. Еще один нарушил правила проезда пешеходного перехода. Всего произошло 4 аварии с материальным ущербом и одно ДТП, в котором пострадали люди. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. За период с 24 по 28 февраля сотрудники отдела ГИБДД составили 105 административных протоколов. Из них сразу дюжину собрал один водитель. Саровчанин поплатился за злостную неуплату штрафов, которые ему ранее выписали за нарушение правил дорожного движения. За минувшую неделю на дорогах произошло 4 ДТП с материальным ущербом и одно с пострадавшим. 24 февраля на улице Академика Харитона водитель за рулем Хендей Тусана, сдавая назад, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем Рено Логан. И в результате ДТП водитель Рено Логан получил телесные повреждения в виде ушибленной раны лобной части головы. Кроме того, в отношении водителя Рено Логан также были составлены некоторые другие протоколы. В частности, он был привлечен к установленным законом административной ответственности по части 1 ст. 12.37 Административного кодекса за управление транспортным средством, будучи не вписанным в страховой поле СОСАГО. Из-за температурных перепадов на дорогах города сложилась крайне непростая ситуация. Как пояснили в отделе ГИБДД, алгоритм работы в таких условиях давно отработан. Ранним утром инспектор дорожного надзора объехал улицы, чтобы проверить, насколько они соответствуют ГОСТам. И в настоящее время готовится ряд предписаний на устранение тех нарушений, которые были выявлены. Это и устранение колейности, сужение проезжей части, там, где она действительно есть. На улице Садовой, например, мы только утром не успели составить предписание, а уже ДЭП практически с 8 часов начал там работу, если бы вы видели, проезжали там. С 1 марта должны были вступить в силу новые правила проведения технического осмотра автомобилей. Ожидалось, что карты будут оформлять только в электронном виде, а заезд и выезд автомобиля с сервиса начнут фотографировать. Но на днях премьер Михаил Мишустин заявил, что новые правила отложат до 1 октября. Ежегодно 1 марта в России отмечают День криминалиста. Это праздник сотрудников всех экспертно-криминалистических подразделений Министерства внутренних дел. В их задачи входит проведение различных судебных и технических экспертиз, сертификация гражданского и служебного оружия. Об экспертах-криминалистах нашего города расскажем в следующем репортаже. Кинематограф пестрит мифами и стереотипами о работе экспертов-криминалистов. В художественных картинах они всего за пару дней могут вычислить преступника по одному только волосу или отпечатку сапога. А как все происходит в реальной жизни и что криминалисты хранят в своих знаменитых чемоданчиках? Экспертно-криминалистический чемодан, с которым сотрудник правопорядка выезжает на место происшествия, называют просто и лаконично. Криминалист. Именно он помогает эксперту собрать материальные следы преступления. В нем можно найти лупу, ультрафиолетовую лампу, разные реактивы и пасты. Инструменты есть для работ на месте происшествия, потому что в ряде случаев эксперт является и плотником, и так далее, и слесарем. Необходимо, например, где-то изымать какие-то объекты на дверях, замки и тому подобное. Вот есть набор таких инструментов. Этой непростой профессии Сергей Толоконников посвятил 22 года. Фильмы о криминалистики смотрят редко, потому что серьезно воспринимать их не получается. Ярче всего Сергею Николаевичу запомнилось расследование в сериале «След», где была только одна улика – лопата. На ее черенке нашли следы ДНК человека, больного диабетом и дыраковым маслом для определенной модели машин. Сколько таких моделей в Москве? Посмотрели, оказалось всего четыре. Вот видите, всего четыре. А давайте посмотрим, сколько людей, управляющих транспортными средствами, страдают хроническими заболеваниями. Например, сахарный диабет. Один? Все. Буквально за полчаса особо тяжкое преступление, по сути, не выходя из лаборатории, было раскрыто. Вот это, конечно, на самом деле интересно, смешно. В реальной жизни таких фантастических совпадений не происходит, и подобные расследования занимают куда больше времени. О своих методах работы Сергей Николаевич говорит обобщенно и коротко. Многое разглашать запрещено. Одно утверждает точно – преступник не может замести все следы преступления. Троцологические следы и объекты. Почерковеческие, баллистические, биологические, микрочастицы различные и так далее и тому подобное. Несмотря на то, что Саров относительно спокойный город, работы для криминалистов здесь хватает. Даже во время интервью в отдел поступило два вызова. Свой профессиональный праздник эксперты отмечают на рабочем месте. Иммунитет к коронавирусу есть лишь у 6% россиян. Об этом в интервью в российской газете рассказал врач-инфекционист, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Медик отметил, что расслабляться из-за спада заболеваемости коронавирусом в России пока рано. По словам Горелова, чтобы темпы распространения инфекции замедлились, необходимо, чтобы иммунитет к ней сформировался у 60-70% населения. Иммунная защита сейчас есть у 8-9 миллионов человек, а от 146 миллионов – лишь 5,7-6%. А мы говорим о базисном уровне – 70%, пояснил Александр Горелов. За минувшие сутки в России зафиксировано 11 571 случаи COVID-19, в Нижегородской области – 386. В Сарове за день заболели двое. Битва полов прошла в клубе «Восход». Соревнования между воспитанниками Центра внешкольной работы приурочили ко Дню Защитника Отечества и Международному женскому дню. Участники соревновались в меткости, решали задачи и разгадывали анаграммы. Подробности далее. Ловкие, веселые, творческие и умные. Ребята из клуба по месту жительства «Восход» в очередной раз доказали, что описание им точно подходит. В условиях пандемии собираться не получалось, поэтому праздник в честь 23 февраля и 8 марта участники очень ждали. Это была игровая именно программа, рассчитанная на участие команд. По количеству человек мы как раз разделили на три команды. И задание было выполнять различные конкурсы, задачки на баллы. Члены клуба соревновались в меткости, сочиняли стихи, собирали пазлы и расшифровывали анаграммы. Каждый старался проявить себя. Быстро и слаженно действовать, чтобы заработать как можно больше очков в общую копилку. Самый лучший конкурс это было, когда надо было сочинить стихи. Мы все с нашей командой работали коллективно и совещались. Так мы победили первое место. Мне было очень интересно выполнять. Мы кидали здесь снежки. Мне очень понравилось. Я каждый раз отпрашиваюсь у мамы. Мне мама разрешает говорить, ладно, иди. И я очень радуюсь этому, потому что я могу увидеться со своими друзьями и побывать на этом празднике. Мне понравилась игра, когда надо было разгадывать слова. И получалось. Лучшими оказались команды «Незабудки» и «Восьмерка». Остальные не огорчились. Призы и положительные эмоции от встречи получили абсолютно все. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры делал DimaTorzok